Жилищный вопрос на льготных условиях. В Беларуси появилась возможность построить квартиру в кредит под 12% в рублях. Подробности условий выдачи займов узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, добрый вечер. Так кто же может претендовать на дешевые деньги? Добрый вечер, Сергей. Господдержку оказывают нуждающимся в улучшении жилищных условий. Срок пользования деньгами 15 лет. При этом профинансировать возможно до 75% стоимости апартаментов. На эти цели в данном году выделено 20 миллионов рублей. Около полутора из которых взяли взаймы только за первые сутки. Исходя из калькуляции специалистов, для получения, например, 60 тысяч рублей необходимо предоставить справку о совокупном ежемесячном доходе на сумму не менее 1900 рублей, из которых выплачивать банку придется порядка 940. О сбоях в работе терминалов по всей стране предупреждает банковский процессинговый центр. Речь об устройствах, которыми пользуется торговля. Часть из них некорректно обрабатывает запросы и не проводит операции. Покупателям стоит заранее обратить внимание на варианты расчетов в кассе. Что касается сети банкоматов и инфокиосков, данное устройство функционирует в штатном режиме. Национальный стартап с иностранным капиталом. Первый белорусский инвестиционный форум открылся в Минске. Малый, средний и даже крупный бизнес напрямую презентуют проекты инвесторам. Ищут интересные предложения для вложения средств не только отечественные, но и зарубежные компании. Самый большой резонанс вызвали бизнес-планы в сферах туризма и фармацевтики с объемом инвестиций от 5 миллионов долларов. Наиболее активный интерес к белорусским идеям проявляли предприниматели из Турции и Норвегии. Цель нашей присутствия на форуме это привлечь дополнительные инвестиции для обеспечения выхода на зарубежные рынки. При наличии инвестиций мы можем выйти на рынок сразу четырех стран, о чем уже достигнуты предварительные договоренности. Белорусский рубль сегодня укрепился относительно доллара. Американская валюта подешевела почти на полкопейки. На пятницу ее курс составит 1 рубль 97 копеек. Евро набрал аналогичную цифру на завтра по Носбанку 2,13. Российская валюта заметно укрепилась. За 100 российских можно купить 3 рубля и 11 копеек белорусских. Таковы основные деловые новости четверга. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей.